Всем привет! С вами Наталья Маханёва. Канал Всё сразу. Смотрите, у нас началась рыбная неделя. Не к тому, что мы будем кушать всю неделю рыбу, а к тому, что у нас будет несколько рецептов из рыбы, из скумбрии. Рецепты, конечно, взяты все с интернета. Часть рецептов уже проверена, часть рецептов мы с вами проверим и продегустируем. Ну что ж, поехали. Наша рыбка скумбрия весом, вот так получилось её уместить, 592 грамма вместе с хвостом и головой внутренностями. Приступим к приготовлению, чистке и всего прочего. Я не буду снимать вам весь процесс чистки рыбы. Единственное, что заострю внимание, что голову мы отрезаем под углом. Обычно в последних видео, что я смотрела, я, конечно, не скажу, что у всех прям так, но отрезается голова прям так, сверху. Почему-то меня мама учила отрезать под углом. Здесь вот наглядно видно. В общем, чистим, снимаем кишочки, все вытаскиваем, голову, хвост и поехали дальше. В видео, на базе которого я хочу приготовить эту рыбку, далее идёт просто 1 сантиметровые кусочки. Рыбка нарезается, маринуется и поджаривается. Да, у нас будет жареная скумбрия. Честно говоря, я очень сомневаюсь в том, что этот рецепт нам понравится, поэтому мы делаем только одну скумбрию. Но делаем её по-своему, на свой манер. Для тех, кто не умеет разделывать рыбку, скумбрию, показываю. Вокруг плавничков делаем 2 надреза и вытаскиваем плавнички. Аналогично с этой стороны, вот здесь. Вот, смотрите, надрез и серединку мы вытаскиваем, вот эту вот. Конечно, удобнее работать с полузамерзшей рыбкой, тогда удобно вообще аккуратно, никакой воды, слизи, грязи. Но если мы делаем это долго, то, естественно, всё это подтаивает. И работать уже не очень удобно, поэтому делаем всё быстро. Далее нам нужно избавиться от хребта. Можно разрезать ножом, начиная от хвоста. Я делаю это руками, просто пальчиками продавливая от кости. И разбирая её, разделяя. Сначала от одной кости, потом, соответственно, снимая хребетик. Вот что у нас получилось. Осталось несколько больших косточек. Вытаскиваем косточки, щупаем, чтобы не было ещё костей. Может быть, где хребетик могли остаться. Просто прощупаем аккуратненько рыбку. За одну снимаем шкурочку чёрненькую, если таковая попалась. На краешке где-то осталась. Нарезаем на порционные кусочки. У меня будет 6 кусочков. На сковороде удобно поместиться. Тем более они тоненькие, поэтому быстро поджарятся. Мы дадим рыбе помариноваться полчасика. Для этого смешиваем 2 перепелиных яйца. Выдавим сок одной дольки лимона. 3 чайной ложки картофельного крахмала. 3 чайной ложки соли. Чайную ложку подсолнечного масла. Муж не любит копчёную паприку, поэтому мы её положим на кончики чайной ложки. Обваляли рыбку. Мне показалось мало соли, поэтому я посолила, поперчила сверху шкурки ещё. Всё, оставляем рыбку. А сами занимаемся своими делами. Рыбка постояла в течение часа, напиталась всеми-всеми вкусняшками, запахами, вкусами. Отдала резкий запах скумбрии, благодаря, наверное, кислоте лимонной. Но это мы уже в отзыве скажем. Всё, обваляли в муке, обычной пшеничной. Греем сковородочку с растительным маслом и обжариваем на сильном огне. Обжариваем. Обжариваем с двух сторон и скоро уже будем снимать рыбку. Получается по 3 минуты с каждой стороны. Можем даже подвисать от вашей плиты. Рыба готовится очень быстро. Может быть, конечно, я и принюхалась, но нет такого ярко выраженного запаха рыбы. Как обычно, когда коптишь, либо запекаешь рыбу в духовке, очень сильный запах скумбрии. На вопрос, вкусно ли, муж махнул головой. Предпочёл промолчать. Рад полный. Приятного аппетита. Ну, как тебе скумбрия жареная? Ням-ням. Самая лучшая рыба. Ещё без косточек. С лимончиком нормально? Да. Много лимона надо поливать или ему немножко? Как тебе больше понравилось? Немножко? Немножко. Приятного аппетита. Дегустация прошла успешно. Дубль 2. Так, второй рецепт из скумбрии мне знаком. Более того, нам всем он очень нравится, поэтому берём две рыбки. Рыбка должна быть чуть-чуть подмёрзшая, чтобы удобно было разделывать. Мы разбираем рыбку, так же, как в предыдущем рецепте. Убираем голову, хвост отделяем от позвоночника. Убираем лишние косточки. И мы её солим. Да, у нас две скумбрии будут солиться. Классика жанра. Соль, рыба, ложка, холодильник. Так, разделали рыбу. Это уже вторая у меня рыбка. Сложили в ёмкость. Присолили. Вторую тоже режем и складываем. Накрываем крышечкой. Убираем в холодильник. У меня, который не умеет разбирать рыбу и не любит это делать, ушло полчаса на разделку двух рыбочек. Обильно присыпаю солью. Всё, наша рыбка готова. Убираем в холодильник. Надо было на двое суток. Но у нас она столько не простоит. Я люблю скумбрию солёную с чёрным хлебом и с изварным картофелем. А вы как любите солёную скумбрию? Всё, уходим в холодильник на засолку. Продолжим следующим рецептом играться. Третий рецепт из скумбрии. Мы начинаем так же. Чистим, режем, моем, отделяем от хребта и далее продолжим. Дубль 20. Мы тщательно выбираем косточки, чтобы в супчике нам не попались они. Что мы делаем дальше? Порционно режем и заливаем лимонным соком, чтобы не было ярко выраженного вкуса скумбрии. То есть, вот какой определённого запаха. Значит, на одну скумбрию я сделаю сок от двух долек лимона. То есть, примерно треть лимона. Всё, оставляем рыбку на минут 15. Чистим картошку, лучок, морковочку. И всё это варим в течение часа. Что ещё? Лавровый лист, перец. Приветствуются специи, те, которые вы любите. Я думаю, что не буду никакие специи класть больше. Всё, видеофотоотчёт. Понравился или нет, будет позднее. Такой супец у нас рыбный получился. Ну что, суп пробовать будешь? Рыбный со скумбрией. Уха типа. Ну, рыбу-то-то я поняла, что пробуешь. А супчик? Папа тут захлёбывает с аппетитным удовольствием. Как супчик, Соня? Солёненький. Солёненький. Короче, из пятибалльной системы. Пять, да? Ну, слава Богу. Приятного аппетита. И для следующего блюда мы опять берём скумбрию. Чистим её, разбираем, отделяем от косточек. Я разделила, разобрала две скумбрии. И разделила на, получается, четыре. Восемь кусочков получилось. Далее. Хорошо присаливаю и перчу рыбку. Далее выкладываем на рыбку помидорки. У меня заморожены из морозилки. И присыпаем сорокой помидорки. Ну и завершающий шрифтик. Это сыр. Скумбрия с помидором и сыром. Этот рецепт мы запекаем в духовку. Закидываем в духовку через полчасика. Полчасика она постоит. Подсолится. Растают помидорки, потекут. И закинем в духовку на 180 градусов. Минут на 25-30. В зависимости от, как она будет внешне смотреться. Отзыв будет в описании. Кому интересно, заглядывайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...